И сегодня я расскажу как раз-таки, как не упускать возможности, где их искать, как найти стажировку после обучения, либо уже во время учебы. Ну и также после стажировки, да, где искать вакансии. Сейчас я расскажу, там тема звучит, да, если у тебя нет опыта, где искать возможности, как найти работу, если нет опыта. Сейчас в первую очередь я хочу развеять для вас несколько мифов, которые в принципе существуют. Об опыте, и, наверное, вы уже слышали много раз это от своего окружения, я хочу их развеять. Во-первых, человек абсолютно без опыта – это 100% миф. Вы каждый день сталкиваетесь с огромным количеством людей вокруг себя. Вы сталкиваетесь каждый день с огромным количеством ситуаций, которые происходят и которые влияют на ваш как раз-таки опыт. Сейчас тенденции искателей показывают, что там 3-4 раза, причем сейчас меняют даже сферу деятельности люди, которые там за 30, да, то есть там 35-40 лет готовы на это. И они ищут себя в новых сферах. Такое тоже есть, поэтому искать сейчас молодым людям, там 18, 19, 20, 22 года, искать свое дело на всю жизнь, возможно, и не стоит, да. То есть, возможно, нужно себе поставить цель пробовать в разных сферах, чтобы понять, что конкретно нравится. И, поверьте, каждый такой опыт, он будет давать вам и профессиональный опыт тоже, и формировать вас как специалиста многогранного. Почему там 70% миф? Я не беру там тех людей, которые определились точно, что они хотят быть точно там врачом или военным, или там полицейским, да, то есть такие фундаментальные, да, профессии. И то тоже есть вариации, да, этих профессий. Также у многих есть миф такой, что там первая работа должна принести большие там деньги, да, вот я хочу, что первая работа принесла мне большие деньги. Это 90% миф, есть везунчики, да, с которыми это будет так, но, скорее всего, первая работа не принесет больших денег, сильно больших, да, и она даст просто толчок, даст старт вам в вашей карьере. Здесь больше упор на конкретно приобретение профессионального опыта, а не на большой заработок в начале карьеры. Если вы сейчас там думаете, да, что окей, а что же делать, если мы думаем, что наоборот нам там никто не заплатит, или там обманут и так далее. Ответ один – искать компании, надежные компании, интересоваться их продукцией, интересоваться их деятельностью, да, на рынке труда и фильтровать очень сильно. Давайте посмотрим реально, да, исходя из тех мифов, которые я, надеюсь, развеяла, найти интересную работу на 2-5 лет – это окей. То есть это нормально. Потом можно будет переформатировать свой профессиональный опыт в другой, либо смежный, и уже думать, куда двигаться дальше. Также иметь начальный опыт – это окей, это нормально. То есть здесь нет ничего там стыдного, здесь нет ничего плохого, или не надо думать, да, что вам сейчас 100% все компании там откажут и захотят вас брать на работу. То есть это нормально, это окей. И также стартовать на первой там на работе, в первой сфере деятельности, стартовать с небольшой заработной платы – это тоже окей. То есть сейчас нужен старт, сейчас нужен такой толчок, и дальше у вас появится еще больше возможностей. Сейчас расскажу мою историю. Сначала ее освещу в двух вариациях. Сначала там с негативной стороны, да, как бы было, и я бы могла остаться с таким мнением, если бы не взялась за эту ситуацию, да, не подумала глобально и не построила четкий план своей карьеры, своей профессиональной деятельности. Представляем, 2017 год. Я, Анастасия Комлева, учусь заочно. У меня нету полного образования, да, потому что я еще в процессе обучения. Мне 20 лет, компании у меня открыто, то есть, ну, открыто, да, говорили, что у меня слишком маленький возраст для того, чтобы занять определенную должность. То есть они там переживали, да, что это человек там с... Какой-то ветер в голове, да, то есть слишком молода, потому что я там пробовалась на должности. То есть да, они там были начинающие, но при этом там была определенная ответственность. То есть я двигалась там в сфере персонала, управления персоналом, поэтому, да, то есть отказывали мне работодатели. И также на тот момент у меня не было окружения, которое мне готово было помочь, подсказать и направить меня в то русло, которое там нужно было. Также помню момент, когда словила себя на мысли, что я не понимаю на данный момент, что конкретно я от своей жизни хочу. То есть в какой сфере я хочу двигаться, как выглядит мой там, моя работа через год. Я абсолютно не вижу, то есть я не представляю даже этого. Я двигаюсь там по течению, у меня нет четкого плана там в своей жизни. Поэтому, а, еще такой момент, да, то есть я жила с родителями, и опять же, то есть некоторые компании, думаю, тогда живут с родителями, то есть финансово там не замотивировано, да, там родители готовы обеспечивать, и так далее. И опять же были отказы от компании. После того, как у меня собралась такая достаточно большая негативная сторона, да, этой истории, я взяла в руки эту ситуацию и, опять же, нашла плюсы в каждом из пунктов, минусов, да, по которым мне отказывали в компании, я нашла плюсы. У меня сейчас нету полного образования, я учусь заочно, следовательно, я не учусь там на дневном, могу работать полный рабочий день. Мне 20 лет, у меня куча идей, та самая искорка в глазах, которую ищут многие работодатели. У меня огромная готовность учиться, огромная гибкость в решении каких-то ситуаций, то есть идеал, да, для работодателя. То, что там я не имею окружения, четко я тогда поняла, что как раз настало время искать конкретно знакомства, да, которые мне помогут в дальнейшем, которые, такое комьюнити, да, некое, которое, с которым будет о чем поговорить, там, о там профессиональных каких-то достижениях, проблемах, обменяться какими-то идеями. Опять же, то есть четко понимала, что нужно искать знакомство. Ребят, у вас сейчас такая же ситуация, да, то есть вам нужно искать знакомство. И если там в школе, там, в институте мы там часто там ищем знакомство, что там познакомиться, подружиться, да, там просто дружить, там, с девочками, да, знакомиться мальчики с девочками, да, чтобы дружить, встречаться и так далее, то конкретно уже, когда вы задумываетесь о своей профессии, о том направлении, в котором вы хотите двигаться, о, там, первой или, там, первой серьезной работе, то уже время искать знакомства, которые вам будут помогать в жизни, люди, с которыми вы будете обмениваться идеями, ситуациями, которые будут вам помогать не делом, так, советом, да, то есть, с которыми вам будет интересно, с которыми вы будете расти над собой, а не просто обсуждать, да, о всем, да ни о чем. Тот момент, что я на тот момент не понимала, что я хочу от жизни, в принципе, мне показала, показала мне, да, то есть ситуация, что как раз время найти то дело на два года, три года, четыре, пять лет, которое мне даст толчок в профессиональном мире, да, много знакомств, много информации, то есть я понимала, что сейчас время учиться, и учиться нужно на своем примере, да, то есть не учиться в плане просто, там, слушать лекции, да, какие-то, а учиться конкретно, учиться уже на практике, то есть в компании, в которую я приду работать, мне нужно учиться коммуницировать, строить вокруг себя определенное общество, защищать свои, там, личные границы, отстаивать и, опять же, не нарушать личные границы, там, коллег, да, то есть этому всему мне еще предстояло научиться и хотела найти как раз-таки дело на, там, два-пять лет. Вам тоже советую об этом задуматься, чтобы, да, подумать о том, чтобы найти ваше дело, вашу сферу на, хотя бы на этот период, а там вы посмотрите, то есть решение будет за вами, никто ж вас, если вы решите на два года, да, пойти в какую-то сферу, никто вас там через два года не скажет, ну все, ты же решила на два года, ну все, до свидания, то есть нет, вы потом уже решите, насколько эта сфера мне подходит, насколько она мне откликается и решите дальше, куда двигаться, либо оставаться в этой сфере. То, что я жила с родителями на тот момент, мне дало понимание, что я могу начать с небольшой заработной платы и дальше уже, ну, как бы расти, да, в заработной плате, либо расти там в определенной компании, либо расти, то есть перемещаться из компании в компанию, искать для себя то выгодное предложение, которое мне сейчас подойдет. На тот момент я готова была начинать с небольшой оплаты. В 2017 году, если я не ошибаюсь, это была зарплата, там, по-моему, от 4 до 6 тысяч гривен, вот где-то, то есть это было, ну, прям немного, да, не хватало, но при этом это дало мне старт в моей профессии. Мое решение в 2017 году звучало так, я себе рисую себя через один год достаточно подробно, то есть я рисую, кто вокруг меня, какие люди, какой статус у этих людей, какой там у меня, то есть там офис, да, в каком там офисе я работаю, в какой компании я работаю, чем я занимаюсь каждый день, то есть я четко поняла, что я каждый день хочу общаться с большим количеством людей, я хочу решать какие-то проблемные там ситуации, да, я хочу сложные задачи сейчас, и я хочу каждый день, то есть те ситуации, которые позволяют развиваться каждый день. По сути, сфера HR, сфера персонала, это как раз-таки та сфера, когда не бывает ежедневно там, да, то есть рутины, что один день у меня одно и то же. Есть одни и те же процессы, но когда-то эти процессы я лично применяю на разных людей, то всегда выходят разные результаты, потому что люди все разные, я с ними общаюсь каждый день, и опять же, то есть какие-то там фидбэки, да, ко мне возвращаются от людей, опять же, разные, то есть это то, что мне было интересно. Именно так я рисовала себе в 2017 году свою жизнь и свою профессиональную деятельность. Дальше я решила, что найду курсы, конкретно про лист, и я их прошла, там было, по-моему, 4 месяца, я их прошла, прошла успешно, и после этого была защита своего проекта, после защиты проекта, да, то есть сидели работодатели, это было оффлайм-мероприятие, сидели работодатели и смотрели на мою работу, на работу моих однокурсников, и после этого, да, делали предложение. С тех курсов у меня было предложение на собеседование с рекрутинговым агентством, то есть они меня рассматривали на одну должность, в итоге мы с этой там девушкой, да, еще раз меня не взяли, да, в ту компанию, которая мне предложила в итоге, но я так поняла, что они оставили мое там резюме в базе у себя, и еще там несколько раз мы с этой девушкой-рекрутером соприкасались в Харькове на там разных мероприятиях и также еще на собеседованиях в дальнейшем. То есть, опять же, знакомства. После этого обучения я приобрела как раз-таки те знакомства, которые мне помогают, которые со мной по сей день. Это моя сфера, и эти все люди разделяют мои профессиональные интересы, могут обменяться со мной вместе идеями, могут поделиться своим опытом. Мы, опять же, встречаемся на разных мероприятиях в Харькове, да, связанных с HR направлением. Поэтому я очень рада, что как раз-таки тогда я решила заводить нужные знакомства, эти знакомства, которые в будущем принесут мне такое комьюнити. Ну и также я ищу возможности. То есть, я тогда активно думала, какую компанию для себя выбрать. И ходила, там, поделюсь, да, я ходила на все собеседования. То есть, везде, куда меня звали на собеседование, я приходила. Нужно ли там сейчас делать там вам так же, да, решайте сами. То есть, либо нужно там жестко фильтровать. Да, фильтровать компании нужно. Но такая штука, что первые там три собеседования, да, когда у вас нет опыта, либо у нас только там минимальный, небольшой, первые там три собеседования, вы будете сильно волноваться. Не факт, что там вам понравится, как вы себя представляли, как вы себя продавали на собеседовании. Поэтому возможности нужно искать, нужно ходить, и потом уже выбирать из того, что вам предложат, выбирать вот тогда уже конкретно, выбирать уже подробно, да, разбирать компанию и понять, будут ли у вас здесь возможности, либо не будет возможности. Завтра у меня там есть тема про резюме, про то, как там продавать себя. Работодателю тоже затрону эту тему, поэтому обязательно приходите, будет очень интересно, потому что в итоге, да, то есть после того, как я была без опыта, искала работу, у меня получилось найти, получить предложение от небольшой компании в Харькове. Я занималась там рекрутингом, то есть я подбирала персонал, это был массовый подбор, там коллективные собеседования проводила. Это были сложные задачи, это была сложная коммуникация, то есть я общалась с очень большим количеством людей, и как раз-таки тот опыт мне дал те возможности, которые есть у меня там сейчас. Поэтому не упускайте возможности, рассматривайте все варианты и ищите для себя максимально подходящий и тот, который вам даст в будущем возможность развиваться и расти. Как раз-таки затронула я про опыт, да, про миф, что не бывает людей без опыта. Ребят, все ваши действия, написали курсовую за ночь, это уже опыт. Играли там в команде, в волейбол, это командная игра, опыт. Организовали там дни рождения одногруппникам, это опыт и так далее. То есть каждая ваша ситуация дает вам опыт. И завтра уже на встрече там про резюме и то, как вести себя, да, я затрону эту историю, как вести себя на собеседовании, чтобы продать себя. Можно использовать такие кейсовые, ваши кейсы из жизни, рассказывать и говорить, как вы вышли из этой ситуации, чтобы покрыть работодателю. Я говорю, да, у вас сейчас нет профессионального опыта, но при этом у вас есть огромный, там уже огромный, да, для вашего возраста жизненный опыт. Где искать конкретно стажировку? Есть джоб-сайты, есть курсы с трудоустройством, которые выбрала я, да, то есть выделила там желтеньким, да, потому что я выбрала этот вариант. Знаю сейчас, что очень многие хотят работать там вместе с блогерами, хотят стать в будущем там блогерами. Ребят, смотрите, сейчас очень многие блогеры там не миллионники, да, они приглашают к себе на работу помощников, им нужны помощники, чтобы делать там план дня, делать себе там график, да, то есть коммуницировать с клиентами, да, там по рекламе, не по рекламе, там договариваться, да, о чем-то. То есть это классный опыт, если вы хотите в этом развиваться. Либо ребята, которые занимаются контентом, да, то есть хорошо фотографировать получается, хорошо вести видеосъемку, обрабатывать видео. Думайте о том, чтобы сотрудничать сейчас с блогерами. То есть это классно, они приглашают на работу, готовы платить за эту работу, да, живые деньги, как говорится, и вы приобретаете опыт, то есть если вы хотите в этом развиваться, если вам это интересно. Также, если вы в поисках работы, всегда общайтесь со знакомыми, говорите, что вы в поисках работы, говорите сферу, свой краткозапрос, опять же, то есть никто не отменял, что вам кто-то посоветует из знакомых какую-то сферу, либо какую-то компанию, да, в которую вы сможете прийти работать. Также ни в коем случае не проходите мимо доски объявлений, да, в универах, потому что как раз-таки там размещаются вакансии, размещаются там вакансии компаний, которые сотрудничают с вашим учебным заведением. Обязательно читайте, звоните, интересуйтесь, коммуницируйте. Даже если вы, у вас там не получится прийти в эту компанию на работу, у вас уже будет контакт, уже будет знакомство, да, определенная коммуникация с кем-то из этой компании. Также есть ярмарки вакансий, можно туда ходить. Опять же, если никогда не расстраивайтесь, когда там сейчас, ну вот не получилось, да, там устроиться там на работу прямо сегодня, в любом случае коммуницируйте, общайтесь, рассказывайте о себе. Сейчас вам это нужно как никогда, продавать себя, да, работодателям и показывать свой уровень коммуникативных качеств. Ну и кто сейчас здесь, уже молодцы, уже на шаг ближе к стажировке и, возможно, к предложению о работе. Вкратце еще вижу время, да, что уже подходит. Вкратце скажу, что есть разные возможности у компаний, которые сейчас приглашают на работу. Есть маленькие компании, у которых главная цель там экономить, немножечко подгонамливать, да, на сотрудниках. Они объединяют должности, но, опять же, они готовы рассматривать без опыта людей чаще, чем более большие компании, готовы обучать с нуля и есть возможность прокачаться в опыте, получить там 6 месяцев в год, проработать, чтобы понять, что это сфера и уже быть максимально подготовлены. Есть большие компании, это, главная цель, это качественный сотрудник в компании. В этих компаниях в большинстве более качественное обучение, то есть даже если сотрудник приходит с минимальным опытом или большим опытом, все равно он проходит определенный этап обучения, оценки его профессиональных навыков после обучения. И чаще в больших компаниях нужен хотя бы минимальный опыт, то есть полгодика в год, чтобы, да, понять, что человек уже хотя бы имеет малейшее представление о этой сфере. Ну и, конечно же, возможности карьерного роста, стабильность, ну и срок работы в более больших компаниях год, три года и более. Моя история, продолжаю. На сегодняшний день у меня есть профильное обучение, у меня есть куча знакомых и однодумчив, да, на украинском, единомышленников, которые меня поддерживают, мы с ними обмениваемся идеями. Я работала шесть месяцев в итоге после обучения в маленькой компании, там до 30 человек, один год работала в средней компании, примерно там 50-70 человек. И сейчас уже будет два года. Через пару месяцев работаю в национальной компании с численностью сотрудников 1400 человек. Мне 23 года, три года опыта в интересной для меня сфере и карьерный рост в компании софсервис, национальной компании, которой сейчас являюсь people-партнером. Также, кроме рабочего времени, я также являюсь спикером, консультантом для новеньких HR-ов, новеньких менеджеров по персоналу и также проектный HR, то есть сотрудничаю время от времени с другими компаниями для консультирования их HR-ов, либо для построения адаптации, либо консультирования по построению адаптации. То есть, как вы видите, план сработал, да, у меня был четкий план, и он сработал. Поэтому делайте свои планы, думайте, как вы хотите видеть свое будущее, четко его продумывайте и ищите возможности. Как их не упускать? Обязательно мечтайте, да, то есть расстраивайте какие-то себе в голове прям картинки, как вы хотите видеть вашу жизнь, обязательно действуйте. Каждый день вы должны потихонечку делать хоть один шаг навстречу тому, что вы хотите. Обязательно знакомьтесь. Дякую. Анастасия, вы пишете, у нас же тайминг. Можно выяснить? Я хотела показать, что конкретно в компании SovService есть возможности карьерного роста. Здесь приведено три уже таких топовых руководителя, которые выросли в компании с начальных таких должностей. Можливо, в одна хвилина, и, можливо, завтра расскажите, потому что у вас еще одна лекция. Будем ждать. Да, все, я уже заканчиваю. Конкретно коллеги мои начинали с должностей комплектовщик, торговый администратор и мерчендайзер. Такие должности в компании время от времени появляются, поэтому, ребята, следите за нашими страничками в наборке на работе UA и смотрите, да, какие вакансии есть конкретно в вашем городе. Если уже готовы рассматривать вакансии, то можете, в принципе, поинтересоваться. Номер телефона, да, на экране и наш начальник рекрутинга Кауркина Лиза.